Я возвращаюсь, собственно, к поведению Путина и к появлению Путина, который, как я уже сказала, вдруг внезапно захотел показать, что он много еще чего контролирует, и по этому поводу начал рассказывать самые удивительные вещи. Вот, как я уже сказала, Сладкову он сказал военкору, что завожено убить, но это надо проверить. Он сказал, что украинская армия разгромлена. После этого Пригожин сказал, что нет, украинская армия не разгромлена. Путин сказал, что Вагнер должен подписать контракт с российской армией. После чего Пригожин сказал, что контракт с российской армией не подпишет. То есть это вопрос о том, что если Путин хотел показать, что он контролирует обстановку, то по результатам как-то не очень. Кроме того, как я уже сказала, Путин в процессе отдал Кадырову Белгород в окнижение. Что совсем не выглядит как человек, который полностью контролирует обстановку внутри России. А что выглядит как человек, который заискивает перед Кадыровцами, которому по какой-то причине очень надо на них в случае нужды опериться. Мы можем только себе представить, какая должна быть эта нужда. Но когда после этого и одновременно с этим он сказал, что человек, который осквернил Коран, его отдали в Чечню на отсидку, еще раз это выглядело как капитуляция перед Кадыровцами. Кроме того, Путин рассказал, что он летал на вертолете, по нему стреляет трассирующими пулями. Это довольно старая история, он, честно говоря, ее давно рассказывал, но тут нельзя вот чего не подумать. Что Путин у нас всегда любил себя позиционировать как герой, сниматься как герой с голым торсом, амфоры доставать, со стерхами летать, в кабине истребителя, в кабине бомбардировщика позировать. А тут он ограничился только рассказом. И как бы сказать, ну, наверное, мы скоро услышим, как Путин летал в космос, говорят, из Ганди. Но степень доверия к этим рассказам, я думаю, даже среди ближайшего окружения будет падать. Ну, то есть вот рассказ, знаете, был же какой. Мы-то тут думали, что он, Путин, вообще боится куда-либо вылезти, что он сидит в бункере, что он не использует самолет, что он, если куда-нибудь передвигается, то на бронепоезде, потому что на самолете страшно, к вопросу от трассирующих пулей. Что если в Мариуполе, то это двойник. А что если с кем-то он встречается, то за столом, с которого может взлететь истребитель, напоминающим палубу авианосца, или, вернее, одновременно, чтобы вот, значит, сдали кал, сдали все, две недели просидели на карантине. А оказалось-то, что, если верить словам, то бункер, можно сказать, словам Путина, что двойник тот, он сидит в бункере, а Путин-то тайно летает на вертолете на фронте и по нему там стреляют трассирующими пулей. Субтитры создавал DimaTorzok